Здравствуйте! Это программа «Новосибирск. Код города». Поговорим о событиях недели и том, как эти события отзывутся в жизни города и горожан. В сегодняшнем выпуске. На утренник к пациентам. Больничные клоуны переоделись в Дедов Морозов. Год оттаивших строек. Шесть долгостроев стали жилыми. Кто на очереди? Перед боем курантов. Чем новосибирцам запомнился уходящий год? Считанные дни остаются до нашего любимого праздника, который дает надежду на новый лучший год. Обновление коснулось и главных площадок празднования в Новосибирске. В этом году отмечать Новый год город будет сразу в двух местах. Первое – традиционно на площади Ленина, но нетрадиционно прямо у театра. В 2020 году знаменитому оперному, как и Победе, исполняется 75 лет. А второе место – на Михайловской набережной. По замыслу организаторов, площадка в центре больше подойдет для семейного отдыха. Здесь расположилась главная елка Новосибирска. Снежные горки для ребятни переместились за краеведческий музей. А вот внезапно ставший знаменитым каток, который показали даже на Первом канале, залили прямо в аллеях театрального сквера. Героем обсуждений каток стал в результате болезненного внимания интернет-сайта, а также из-за нешуточной заинтересованности одного из депутатов, озабоченного видом катка с высоты птичьего полета. Художественное решение даже пришлось прокомментировать мэру Новосибирска. Цитирую. «Оформление этого городка сделано в театральном стиле. Парапет выполнен в форме выточенных изо льда балясин. Очень рекомендую сходить и посмотреть». На открытии ледового городка я общался с людьми, и многие новосибирцы говорили мне «очень красиво». С точки зрения рассуждений, что на что похоже, вы знаете, в психиатрии есть такой тест. Тест Роршаха. Когда пациенту показывают пятна разные формы и дальше смотрят, у кого какие ассоциации возникают. В связи с этим и выявляют у человека определенные наклонности, кто к чему предрасположен. Конец цитаты. Но если каток на площади Ленина благодаря наклонностям пациентов прославился на федеральном уровне, то каток на набережной пока менее известен. А он есть. И, кстати, в чем-то должен заменить собой за три года полюбившийся новосибирцам каток в Центральном парке. Новый светомузыкальный фонтан прервал сложившуюся традицию, потому что плитка у фонтана не рассчитана на заливку льдом. На площадке Михайловской набережной организаторы ждут самых шумных и энергичных посетителей. В связи с тем, что она расположена в стороне от жилых кварталов, здесь Новый год с фейерверком и танцами будут встречать до трех часов ночи. До этого же времени впервые будет работать метрополитен. Главные катки станут еще и своеобразной сценой. Организаторы обещают мастер-классы от фигуристов, показательные хоккейные игры и другие ледовые развлечения. Все-таки у нас Сибирь, можно радоваться снегу и льду на зависть москвичам. У них в этом году со снегом просто беда. 2019 был годом добровольца. И не случайно профильное волонтерство сейчас очень популярно. В Новосибирске активно развивается движение серебряных добровольцев, волонтеров старшего поколения. А еще раньше появились волонтеры в медицинской сфере. В детских клиниках реабилитацией занимаются больничные клоуны. Под Новый год они меняют амплуа, но не подход и отношение к работе. Костюм – дело второстепенное. Важнее уметь вызвать улыбку у детей даже в трудные минуты. Вероника Иванова погрузилась в работу волонтеров-аниматоров. Даже в хирургическом отделении детской клинической больницы номер один уже чувствуется новогоднее настроение благодаря работе аниматоров-волонтеров. Обычно к ребятишкам они приходят в образе больничных клоунов. Но под Новый год, естественно, Дед Мороз и Снегурочка навестили. Ребят никто не останется без подарка и без праздника. Давайте посмотрим, как аниматоры-волонтеры готовятся поздравлять ребят. У меня четверо детей. Но вот больничным волонтерством занимаюсь, клоунадой. И вот с этого года мы с мужем вместе. Мы были в прошлом году здесь, Дед Мороз и Снегурочка. И в этом году уже были здесь как клоуны. Клоуны – совершенно другая, конечно, тема. Нам понравилось. Дети вставали с постели после праздника. Потому что вот этот эмоциональный всплеск такой, да, хороших этих эмоций, доброты этой, он обязательно нужен. Здесь все-таки подготовка к операции, болевые ощущения вот эти все, да. Дед Мороз придет, да, со Снегурочкой, да, с подарками. Мне кажется, что даже вот после сегодняшнего праздника мы увидим, как у нас деточки быстрее пойдут на поправку. У меня просто ребенок вот в этой больнице, мы с ним лежали долгое время. Болезни с ребенком очень сильно тебя делают, ну, как ты меняешься. И понимаешь, что смысл не в том, чтобы просто получать от жизни что-то и все, а в том, что еще что-то давать. Наша задача не лечить, просто отвлечь. Потому что, когда ты отвлекаешься от своей болезни, ты перестаешь зацикливаться на этом. День 4! Снегурочек! Какие ребята тут лежат, стоят. Почему лежат-то? Стоят и сидят, да? Правильно? Попали накануне Нового года сотрясением мозга. Лечимся, надеемся, что к Новому году нас выпишут. Конечно, больницы, дни однообразные, скучные. Хочется, чтобы у детей был какой-то досуг, помимо просто лежания на кровати. Меня выпишут в пятницу. Я хочу домыть бабушки. Здесь ребята не только с хирургией, но и с нейрохирургии и кардиологии. Почти сотню удается поздравить с помощью вот таких праздников, организованных волонтерами-аниматорами. День 4! Мы попали в больницу по поводу грыжи ребенка. Здесь всего будем 3 дня. Но ребенок вчера как узнал, что будет Дед Мороз, естественно, все мысли были только о том, что сегодня будет праздник. Конечно, здорово, что существуют такие люди, аниматоры, которые занимаются таким вот владим делом. Сегодня утром была операция, а сейчас вот уже пляшем. Девчонки, ну ладно, а теперь мальчишки. Мамы и бабушки активно вместе с Дедом Морозом с Мегурочкой вводят хоровод со своими маленькими пациентами, чтобы было все как положено. И песни, и подарки. Раз, два, три, Новый год! Давайте, кто хочет мягкие игрушки, подходите. С Новым годом, всех друзья! Наступающим вас Новым годом! Это была рубрика «Погружение». Мы узнали, как новогоднее настроение аниматоры и волонтеры создают для самых юных пациентов детской клинической больницы номер один. Долгостроев в Новосибирске станет меньше. Итог 2019 года. Шесть проблемных домов ведут в эксплуатацию. Схема отработанная. Собственники создают кооператив и собирают дополнительные средства. Инвестор получает участок земли и достраивает дом. А город и регион предоставляют субсидии на подключение коммуникаций, установку лифтов и благоустройства. Александр Потенихин побывал на одной из размороженных стройплощадок. Дольщики дома на улице Бориса Богаткова 203-1 15 лет ждут ключи от квартир. Чтобы возобновить работы, замороженные 9 лет назад, они объединились в кооператив. В доме будет 169 квартир. Ровно столько же оказалось и участников ЖСК. Очень долго он был в процедуре банкротства. Мы забрали этот дом только в 2014 году. Долго судились за землю, долго получали разрешение на строительство. И потом собрали денежные средства по 7 тысяч рублей с квадратного метра. Мы дом забрали. На самом деле еще было 7 этажей только построено. Чтобы достроить этот дом, нужно 220 миллионов рублей. Усилиями жильцов удалось собрать 50. Муниципалитет помог найти надежного застройщика. Работы в доме на Бориса Богаткова возобновили летом. В настоящий момент обстроительные работы на кровле. Законченные уже проведены. Земляные работы, подпорная стенка, замена окон идет. Ливневые канализации, ограждающие конструкции ставятся. То есть то, что предусмотрено первым контрактом. Чтобы застройщик взялся за проблемный объект, мэрия использует уже отработанный механизм. Программу масштабных инвестиционных проектов. Строителям выделяют земельный участок в качестве компенсации за вложенные в работу деньги. Остаток средств, который необходим для завершения строительства, порядка 30 миллионов рублей. Мы планируем в первом полугодии 2020 года осуществить еще один масштабный инвестиционный проект на эту сумму. Но это может быть большой участок, в котором будут отвлечения средств и на этот дом, и на другие дома. Кроме частных инвестиций, выделяют и бюджетные средства. Строительство жилого дома на улице Бориса Богаткова заморожено в 2010 году. Однако продолжилось оно только в этом. Помощь в строительстве этого дома оказывает и мэрия Новосибирска. Так, для этого объекта уже выдали субсидии для благоустройства, а также подведения горячей и холодной воды, электричества и канализации. Субсидии выдали в том числе и на установку лифтов. В городе делают все возможное, чтобы долгостроев было меньше. С начала года в Новосибирске уже закончили несколько замороженных строек. Шесть объектов было в плане, шесть объектов, шесть домов в этом году запускаем. И проблему обманутых дольщиков в этих домах можно считать решенным. К сожалению, этот список, он достаточно большой сегодня в городе Новосибирске, поэтому эта проблема остается актуальной и на следующий период. В 2020 году в Новосибирске продолжат работу над проблемными объектами. В том числе планируют сдать, пожалуй, один из самых проблемных – комплекс на улице Тульской. Завершить затянувшиеся на 15 лет стройку на Бориса Богаткова обещают также к концу следующего года. В Новосибирске благоустроили шесть конечных остановок. Сделали не только удобные и ровные площадки для транспорта, позаботились и о бытовых нуждах кондукторов и водителей. На такое важное благоустройство из городского бюджета теперь будут выделять по 10 миллионов рублей в год. Идею создавать условия для водителей и кондукторов поддержали и частные инвесторы. Вот что здесь сделано и что здесь было раньше? Здесь раньше не было ничего. Здесь был пустырь. Кроме того, здесь был и строительный мусор. Была достаточно неприглядная картина. За летний строительный сезон мы здесь полностью сформировали новую площадку. Большой объем был выполнен земляных работ. Сделали асфальтовое покрытие, ограждение, установили павильоны и поставили теплый туалет. Это не одна такая остановка. Как я понимаю, еще несколько пунктов вот так вот оборудовано сколько и где? В этом году мы в общей сложности оборудовали шесть конечных остановочных пунктов. Три конечных – это за счет бюджетного финансирования. И три конечных остановочных пунктов за счет привлеченных средств. Это объекты в Куромайском районе, в Калининском районе и в Кировском районе. А что нужно бизнесу для того, чтобы принять участие в этой программе? Бизнес, в первую очередь, интересует это некая отдача. Площадка должна быть инвестиционно привлекательная. Это должен быть большой оборот маршрутов. Потому что, как правило, бизнес обустраивает пункты питания, обеспечивает нормальные условия, создает комнаты отдыха. И за счет питания, за счет общепита, есть окупаемость проекта. У нас, как я понимаю, вот такая остановка есть на улице Фадеева. Что там вообще имеется у них? На улице Фадеева там планируется серьезный конечный остановочный пункт. На перспективу с обустройством и пункта питания комнаты отдыха. Попутно там будет сервис для обслуживания тех автобусов, которые работают у нас на регулярных перевозках и будут пользоваться этим пунктом. Земельный участок принадлежит перевозчику. Это действующий перевозчик, который работает на маршрутной сети города. Человек неравнодушный к отрасли, поэтому взялся за этот проект. Почему вообще вот эти конечные пункты оказались у нас в таком состоянии? Была достаточно развитая сеть диспетчерских пунктов. Они располагались на конечных. Там сидели диспетчера, там были все необходимые удобства для экипажей. В 90-е годы первая была ликвидирована сеть диспетчерских пунктов. Это было связано с техническим прогрессом. Мы внедрили систему АСУ навигации и на сегодняшний день отслеживаем работу транспорта через спутниковую систему. Постепенно мы раскрутили эту программу обустройства. Была достигнута договоренность и с руководством города, и с депутатами. И начиная с текущего года и на последующие года бюджетом ежегодно будет выделяться по 10 миллионов для решения данных задач. Это чисто бюджетное финансирование. Плюс мы параллельно продолжаем работу по привлечению вне бюджетных источников. И я уверен на 100% что ряд конечных остановочных пунктов мы обустроим за счет привлеченных средств. В ближайшие планы может быть есть какие-то остановочные пункты, уже которые в программе на будущий год. Перечень конечных, которые необходимо обустраивать, он достаточно объемный. На 2020 год рассматривается ряд объектов. Это Ленинский район, Юго-Западный жилмассив, Кировский район, Катуйский жилмассив, Конечная полевая на Затулинке и ряд других объектов. Приближается Новый год. Он откроет новое десятилетие. И все же перед боем курантов принято вспоминать прошлое, подводить итоги и только потом планировать будущее. Мы спросили у новосибирцев, чем им запомнился уходящий 2019-й. Наверное, строительством стадиона, которое предстоит. Считаю победой для Новосибирска этот шаг. Здесь, посмотрите, сделали дороги, тротуары, все хорошо. Ну, в центре, правда. Очень даже отлично. Город процветает, все нормально. Запомнился тем, что тарифы у нас выросли и еще выросли. Год был хороший, сложный, но хороший. Вот. Поэтому запомнился он мне достижениями моих детей. Многие меня радуют. У меня их четверо. Гордость гимназии. У меня было две олимпиады, и я в обоих стал призером. Переехал учиться в Новосибирск. Самое главное. Очень много случалось в этом году хорошего, позитивного. Я приобрел в этом году очень много хороших связей и людей хороших. Вот. Для меня, в принципе, этого достаточно. У меня очень плохо он запомнился. Я попадала под машину, поэтому. И все время был сидит, поэтому очень плохо запомнился. На работе, наверное, запомнился сейчас переводом на новую должность. В этом году в областной научной библиотеке проводился фестиваль «Белое пятно». К нам приехали очень интересные писатели. 2019 год запомнился катком возле оперного театра. Хороший каток построили. На этом все. С вами был Иван Конобеев. Смотрите в новом году еженедельную программу «Новосибирск. Код города», а также следите за событиями дня на сайте «Новосибирские новости». С наступающим добра и любви! Субтитры создавал DimaTorzok